всем добрый день кто видит меня кто слышит обращаюсь цыганям почему и стараюсь как бы сейчас излагать свою речь на доступном потому что чтоб все поняли о чем идет речь вот у меня сейчас обращение именно скажем так я видел эфир где в этом эфире был ребенок рядом с ним находился еврей также львенок был в этом эфире вот рука ваня и сауля я что хочу сказать ромал именно обращаюсь к рома 100 лет всем жизнью вот этот эфир который они сделали в процессе этого эфира их не общение которое там образовалась это что они там свои мысли выговаривали процессе общения там затронули мое имя кто-то по личности затронул кто-то в процессе общения где-то что-то поддержал ну и так далее и на этой почве еще как бы там саша ребенок тоже чуть-чуть ну не чуть-чуть но скажем так были в мой адрес слова тоже не из приятных и также те ребята которые с ним общение ввели там процессе разговора было мнение вот может я что-то недопонимаю может просто я потом как бы интересуюсь я вот как бы так не говорил я о том я посадил раз увидел этот эфир но вот и я как воспринял этот эфир там в разговоре что получается что во первых меня там и оскорбили поименно сейчас не буду называть я поименно назвал кто там находился в этом эфире кто там говорил что я там неправильно там рассудил там с людьми мы то что собирались было собрание в краснодаре по поводу ременен то что вынесли решение неправильно ну и так далее короче по этому поводу я просто постараюсь как-то быть более краток почему были краток потому что ну мы с вами рукой общались я был у него дома вы пришли к тому что как бы он но чуть-чуть эти вещи не понимает и я ему сказал что он не понимает эти вещи ну допустил по этому поводу ошибку но думает что как бы это ненормально то что мы так вынесли решение и так далее я ему сказал я говорю ну как бы ваня мы выросли в одном городе ты ну как бы молодой парень мы чуть чуть постарше дай бог тебе здоровья как бы твоей семье я пришел как бы к ваниной семье не как там какой-то беспредельщик там или если там как-то безобразно мышь рома ну как нельзя себя так я же не как-то по-свински там мать его была там сестра его была я себе позволить какие-то такие неправильные вещи ну это недостойно было бы с моей стороны и непорядочно как бы если взять то вы сандеру мэн гири ватра и вот если мать сидела сестра сидела и вести себя как-то безобразно ну это по-свински будет если я хотел бы допустим конкретно ругаться с ваней допустим да я буду зачем бы допустим рядом с его мама и рядом с его сестрой вообще заводил бы какую-то речь я пришел к ним с большим уважением и к его матери я проявил уважение тоже как бы много было с моей стороны сказанных слов и адрес то что я как бы вырос у нее на глазах да и как бы у меня к отношения как бы как матери то есть это мать ванин руки и как вам сказать любая мать за своего сына будет переживать любая мать также и сестра то есть ну это естественно что любая семья за своего сына там за свою семью там не там сын там или там дочь семья это я это все прекрасно понимаю что вот тетя вера как бы там но была в какой-то части чуть-чуть огорчена то потом я встал я вижу что как бы они чуть-чуть не понимают меня я встал я тетя вера я ухожу тогда как бы я не вижу смысла нам дальше как бы обеседовать вот а ваню я попросил говорю как младшему брату приедь ко мне домой будем как бы общаться то есть я старался как-то это более культурно вот но в итоге чуть-чуть как-то мое поведение как бы исходя с переживаний как бы ну со стороны допустим тетя веры но это нормально том плане любая мать будет за своего сына переживать ну мы чтоб вели себя как-то по-дурному там или тогда все ругаются святых нету вот ну я пришел как бы скажем так да я с миром пришел в их не дом с миром и с уважением как бы и кваник его семье я как бы в процессе общения и себя такую так что во первых я хочу первым делом если тетя вера на меня огорчилась том плане что я там где-то может быть в каком-то смысле ну создал переживание там ее семье то я прошу прощения у тети веры что как бы я как как сын своей матери я понимаю у меня тоже есть мать она тоже переживает как бы ну я это понимаю прекрасно и я к ней нету мне каких огорчений вообще я думаю только могу ей пожелать здоровье вот и тете вериной семье благополучия в общем скажу там и сестра была вани руки тоже как бы и перед ней я извиняюсь то есть по-любому это семья я пришел с я не пришел ругаться а то что тетя вера горит там что там ну район на меня на видео там типа или там с раями меня там ну как бы какой-то части я понимаю что она мать и она переживает за сына никакие раять у тетя вера не помогут никому не тебе тетя вера я бы еще раз прошу прощения и никому не помогут никакие рая когда касается моей чести так что дай бог вам здоровье вашей семье еще раз повторяю что я не пришел к вам я пришел просто пообщаться и прийти к справедливости я понимаю что справедливость это такое дело что ну есть вещи много кого это может не устраивать в той иной ситуации но когда ты за человека говоришь вещи то ты мнение свое когда говоришь это мнение и есть слова которые в итоге твои слова могут задевать людей а потом за эти слова надо будет отвечать так что есть вещи где надо свое мнение держать при себе вот а когда ты это мнение выражаешь ситуации разные бывают где ты свое мнение говоришь где ты допустим говоришь за какие-то там фрукты овощи то это как бы ну такой момент на чем можно акценты не ставить твое мнение оставь при себе как говорится либо там хочешь там рассказывай кому хочешь другому это твою твоя точка зрения как допустим с этими это это не бизнес там вот так можно его делать или вот так хочешь делать так хочешь как хочешь это ну то есть ну это в бизнесе там или в других какие-то повод а касая когда касается судьба человек а тут получается мою имя что я получается неправильно что решаю и неправильно там размышляю и получается я человеческую судьбу вот ломаю еще и получается людей собираю еще и людей которых собирают тоже подставляю там люди тоже были взрослые здравые и молодые то есть ну разные как бы там много не мало как жарится ну я думал больше людей придут ну кто-то воздержался кто-то допустим в тот день как посчитал что это с нашей стороны неправильно ну у каждого своя голова и пусть каждый со своей головой живет у каждого свое право иметь свою точку зрения иметь свою точку зрения но есть вещи где ты как говорится если говоришь свое мнение завтра может за это мнение у тебя спросить и ты должен будешь обосновать свое мнение если ты его же излагаешься ты уже о нем уже говоришь слова я мнение свое сказал вот это вот мнение это есть слова которые в итоге мы можем своими словами сказать столько что потом тебя не то что вот эта форточка твоя не спасет что мнение у тебя было есть вещи когда ты свое мнение говоришь ты можешь оскорбить человека своим мнением и завтра надо будет а твое мнение неправильное неразумное а ты это не понимаешь и потом в итоге когда начинается разговор вот тебе говорят а ну иди сюда и там чё болтаешь языком вот так вот так вот так а ну объясни пожалуйста где я вот это сделал где я вот а сделала твое мнение ты же говоришь ты так думаешь ну думаешь ты это знаешь ну старайся думать так чтобы как говорится не приносить вред своим соображением людям и не с вами поговорили в итоге пришли к тому что ваня ты молодой парень ты не понимаешь эти вещи он мне говорит брат я тебя услышал как старшего брата да может я ошибаюсь вот ну значит чуть позже с возрастом пойму я говорю вот это уже другой разговор и я тебе говорю как младшему брату обращаюсь дай бог тебе здоровья твоей семьи пожалуйста просто впредь насчет моего имени ну да там и тогда если есть вопросы то ребята пожалуйста придите и скажи что у вас есть вопросы позвоните мне вот чтобы может вы что-то недопонимать а может я что-то недопонимаю и как бы ну можно пообщаться это же по мужски позвонить мне поговорить а за спиной за моей допустим да ну ваня там потом в эфире он там за меня ничего не говорил я как бы там один раз увидел эфир и меня короче это честно говоря ну весьма это сейчас после того что вчера ребененок сделал эфир дай бог ему здоровья вот и хватило у него ума как ну как бы это сейчас уже дал бог возможность слава богу дай бог здоровья ребененку его семье что сейчас вот мы спокойно как проведем это диалог и и ваня тоже как-то бы ну поговорили с ваней как бы да там потом получается после этого мне позвонила саша ребененок пришли к чисто на людской ноте без каких-то жестких просто по-доброму у нас был разговор очень по-доброму никто никому не угрожал никто никого там ну было очень на самом-то деле грамотно культурно вот и пришли к пониманию к тому что ребят вот касаемо его не мы сошлись на том что я говорю твое мнение она ошибочно он не говорит брат ну вопросов нет если она ошибочно я как бы ну я думаю вот как бы что она не так там у него там мнение это верит во мнение но неправильно что ты понимал это типа братский говорю вот я с тебя ну сейчас если начну подходить жестко но получится что ты меня оскорбляешь именно будь я спрашиваю понимаешь все брат я понял вот как бы ну так что просто говорю знаешь что это была твоя ошибка ваня он говорит все вопросов нет брат я тебя увижу пожму тебе руку поцелую как старшего брата подрасту пойму вот вопросов нет это уже другой разговор говорю дай бог тебе здоровье говорю что ты говорю воспринимаешь как старшего брата я говорю как младшему брату просто на самом-то деле как бы ну имею понимание тебе как ты молодой парень и с уважением как бы просьба у меня к тебе впредь больше моё имя не надо если есть какие-то вопросы интересы звоните мне пожалуй не дай бог еще раз я услышу я уже буду подходить по всей строгости скажем ну с вами как бы все мы поняли друг друга и как бы скажем так пожелали друг другу здоровье и на этой ноте все мы друг друга поняли потом звонит мне Саша Рябиняна звонит смотрю привет привет туда-сюда как дела нормально все хорошо спасибо я говорю тебя как тоже пойдет ну так в общем как бы культурно мы как бы без никаких там чтоб там кто-то кричал там кому-то что-то там обещал там нет культурно брат ну вот так вот так вот как бы ну типа ну что ты от меня хочешь мне он говорит я рюсаж вот видишь или ситуация как получилось я говорю вот вот эти эфиры вы делаете вот ты меня там оскорбляешь говоришь какие-то там стенки вообще ну неуместные вещи мой адрес я же себе не позволял там грубить оскорблять тебя там говорить я говорю по смыслу по поступку в том плане что есть вещи есть вещи есть поступок и это поступок называется вот такой форме а вот оскорблять я же просил зачем меня оскорблять ну я честно говоря как бы ну я понимал что саша он как бы ну ну не глупый парень да ну как бы я благодарен богу что все-таки бог дал возможность чтоб мы как бы ввели такой разговор спокойно и то что он сразу в этом же моменте говорит я горит если он спира горит 2 где я чего а потом я понял да что допустил я горит вопросом нет я извинюсь горит ну я позволил себе горит я извинюсь вопрос сразу то есть ну я даже не ожидал он мне это говорит смотрю нормально разговаривает я говорю саш ну говорю тогда сделай эфир коль уже взяли на это все выставили да на весь скажем так мир так же говорю сделай эфир скажи что ты как бы выражаю свое извинение мой адрес он горит вопросов нет вообще вопросов нет я завтра горит сделаю ты знаешь саш ну я не ожидал ну как бы да ну адекватный разговор и ты ну я в принципе тоже как будто вижу что ну мы общаемся до политики все и у нас разговор такой состоялся что не было никакой грубости никаких оскорблений никаких там таких моментов что мы там друг другу пытались характер показать нет наоборот очень культурно но в итоге мы сошлись на том что он завтра делает эфир и принесет выразить свое извинение я ему в этот же момент я вижу что человек нормально разговаривает я вот сделаешь горит этот эфир я мог принципе этого и не говорить он же начал там вроде бы так ну если взять как бы скажем так по справедливости да ну я тоже в эту же секунду ему отправил там сообщение и там было с моей стороны в его адрес много оскорблений вот и как бы получается что я там тоже погорячился ну как бы оно было не было хватило ума у него у меня слава богу сделал он эфир попросил извинения это извинения принял я его даже поблагодарил что он как бы ну потому что ну кто хочет скандалы кому они должны и сейчас и я ему сказал я груз аж делаешь этот эфир я говорю тоже говорю свой адрес горю именно извинения говорю тоже свои в твой адрес но выражу почему потому что я тоже тебе сообщение там отправил как бы ну и она была тоже там было оскорбление касаемо на и а именно оскорбление все вопросами вот а по поводу собрания это совсем от а другая тема отдельная тема по поводу оскорбления вот он извинился саша передо мной и я тоже руманами вот перед сашей касаемо оскорбление то что я сообщением отправлял на его страницу вот именно за это я тоже приношу свои извинения все и мы как бы вот так вот касаемо этого а вот касаемое собрание касаемое собрание как было решение так оно и есть ничего не меняется я просто что хочу сказать вот есть вещи я просто сейчас вот как бы все что тоже обещал чисто по-человечески когда он показал свой ум и сказал что он извинет извиниться я тоже решил как бы также ну поступить по-людски как бы правильно будет с моей тоже это стороны ну человек осознает дай бог ему здоровье если человек осознает что он допустил это только лишь как говорится ну дай бог тебе здоровье твоей семье это когда не осознает человек потом начинается вот это вот беда а потом после этой беды к чему придем неизвестно ну в итоге сам смысл мы нашли по этому поводу и у нас мировоззрение позволило к тому что он извинился я извинился именно по поводу оскорбление а насчет собрания насчет собрания она также в силе ничего не меняется как выразили мы там а как там люди говорят присутствуют на сходках я мнение сказал так послушайте и люди если вы на сходках находитесь или за что-то там где-то да допустим тем более на сходках если вы говорите свое мнение имейте ввиду за это мнение надо будет отвечать либо ты согласен с этим либо ты не согласен а это и есть свое мнение то решение от этого общего мнения на сходках и приходят к решению белое-белое черное-черное и на этой почве и излагают и выносят решение вот это общее мнение она всегда и прилагалась к тому что и выносили решение а вот эти форточки которые кто-то что-то думает что он там понимает больше нас так если вы думаете что вы больше нас понимаете теперь еще раз чтоб хочу подчеркнуть вот есть вещи тетя вера говорит что район совела там насчет там давить ну меня там посадят лишь муж я что-то ошибаюсь можно меня неправильная информация это что если неправильно я извиняюсь если она правильно тети вере я прощаю потому что тетя вера это женщина то что она панела кай а вы лара янца то есть сажать будет меня ей я прощаю она женщина и простительно как говорится а вот мужчине не прощаю почему потому что мужчина не женщина а женщина не мужчина и когда мужчина так называемую в любой той ситуации не именно за и касаемо я там часто что вот у нас полон вообще в общем когда он позволяет себе женский поступок но ну подобился этому поступку и он уже получается как бы ну а женский поступок это вот почему и говорят допустим да вот я извиняюсь я не в тете верен адрес это говорю просто есть вещи вот по природе говорят сука женщина сука а природе есть такая народная скажем тогда фраза но ей по природе свойственно шо она сука вот пусть тетя вера свой адрес не берет это потому что как бы ну я в ее адрес сейчас никаких оскорблений не говорю это не касается ее я говорю просто напросто когда женщина идет и пишет заявление у меня к женщине вопросы я же не буду сходки собирать на женщину а вот когда мужчина говорит что он рояль начнет меня то это получается хотел бы не хотел если вот так как это вера мне скажет что вот допустим да там или передаст до меня дойдет и он будет это подтверждать в том плане что да ну или ну он скажет да это вот эти слова шоу будет конкретно меня сдавать рая как тетя вера сказала тетя веру я прощаю потому что за женщина а мужчину не прощаю потому что получается мужчина делать сучий почему ряд сука потому что ну это сука так может делать женщина то есть и мы ей прощаем а если мужчина делает как это сука то в итоге он подобно уподобляется этого поступку женского и мы говорим ну ты также поступаешь как это сука так что в наших глазах ты являешься поступки да и мы тебе даем тоже имя сука пошел края сказал что пойдешь ты свои слова говоришь да ну вот за свои слова будешь и отвечать всю жизнь так было мы за свои слова должны отвечать если мы сказали за человека плохое слово завтра это слово я сейчас себе позволю допустим оскорбить просто мнение свое сейчас скажу и скажу имя и скажу что он там поганый завтра мне позвонит скажешь брата как я по анонте а почему акта и все начнут мне требовать и будет прав если ему не обосную это и это справедливо а вот вот эти вот умные ребята которые думают что они герои которые там это за моей спиной за моей спиной вот честно скажу дай бог здоровья саши рябиненку что он мне позвонил и мы пришли к тому чтобы выразить друг другу извинения да это очень успокоило ситуацию очень на самом-то деле могло быть может быть как вам сказать ну скандал какой-то может что-то еще хуже ну боженька слава богу дал эту возможность у меня тоже семья дети я не сказал они нужны я как бы даме нет разницы там ну и более как бы даже если взять вот как бы касаемо нации а мы роман и мануша я как бы общаюсь с разными декором а магинана крым там влах там кишиневец там че там русский ром там че а выратом советова роману волосе ром это нация наша вот и для меня в принципе как бы если честно в поступки не важно нации поступки если моя нация как говорится делает козлячий поступок и для меня он будет козел по жизни чтоб понимать а если допустим другая нация сделает я точно также на него буду смотреть потому что у как говорится ну у справедливости нет нации у глупости нет нации белое белое черное черно шо если мы тебе циане что для нас черное это белое а белое это черное также тоже не бывает так что ребят км рома понятно когда си понимание понимание ну спера чтобы прийти к пониманию надо сделать справедливо вот сперосповедливо на первом месте справедливость а на втором уже понимание есть возможность включить понимание нету там уже зависим от обстоятельств так что вот как бы такая вот суть и еще раз подчеркиваю ваня рука сауля левенок стартем аннуши романского романа левенок имя я изменяюсь что твои брат что-то подзабыл ну короче вот и к еврею ребята вот вы были в этом эфире вот и как бы там было общение и в этом вообще не вы участвовали в итоге там мое имя и там потом где у меня сейчас на сегодняшний день к вам ребята ну как бы все хочу сказать слава богу что с вами рукой мы пообщались сашей рябиненком и все это уже как-то успокоилась я из потом саша тоже сказал я говорю спасибо что ты позвонил ты очень успокоил эту ситуацию и как бы и ваня тоже как бы мы поговорили и как-то нас это все ну в основном конечно да это я не знаю наверно ваня позвонил скорее всего как бы я так понимаю сашей семья ну поговорили дай бог им здоровья и саша мне позвонил ну и мы пришли к общему и от этого как бы ну ситуация поменялась кардинально чисто как бы ну именно касаемое настроя настроен состояние ситуации поменялось более поспокойно ну теперь я хочу теперь что хочу сказать всем так по здоровью еще раз да я сам по себе стараюсь бывает как-то более раздробить раздробить то самого мелочи как говорится как ну маленько маленькому когда приходится резать мясо маленькими такими чтоб можно было пошло у него как бы зубки маленькие и чтоб потихонечку его как бы эту тему которую я сейчас чтоб до него дошло чтоб он не не подавился я понимаю что есть люди которые сразу это понимают все это налегке можно понять но есть которые не понимают так что не подумайте что я там вот демагогию развожу там да может впечатление ваших принципе это как бы логично будет в какой-то части на внешний вид а по сути как бы ну в этом заключается в том плане как бы такая тонкость что я хочу просто чтоб не только поняли весьма очень умные ну и такие потому что обширный скажем так момент касаемо этой сути слышат много разные умы эту тему которую я сейчас как бы излагаю дальше что я хочу сказать теперь касаемо и собрание касаемо от этих ребят я к ним вопросов да да по касаемо вот чашу я назвал то в эфире был с ребенком не буду еще раз повторять имена их не они уже поняли на сегодняшний день связи с этой мудростью которую проявил саша рябиненок дай бог ему здоровья с его связи с его мудростью у меня вопросов нету к этим ребятам не к сауле не к вани руки не к еврею не к ливенку касаемо то что я там ну то что там было общение вот этот момент что там в этом разговоре там и короче там правильно я там решил неправильно там я решил может кто-то из них это и вообще ничего по этому поводу не говорю ну как бы я как просто виду что они присутствовали и вместе там что-то излагали и друг друга поддерживать на сегодняшний день у меня к ним вопросов нету но ребят теперь у меня какая просьба заключительная и это касается не только их а всех кто думает что он умный понимает больше нас вот и считать что может довести до нас почему говорю до нас потому что там не только я в этом мероприятии находился вот там были люди вот так что кто считает что может довести до меня для начала до меня и говорит что я неправильно рассудил вопросов нет я же сказал романов дай бог вам здоровье позвоните поинтересуйтесь хотите поинтересуйтесь хотите с вопросами сразу вопросов нет я готов с любым общаться вот но за моей спиной трепать языком не рекомендую почему не рекомендую потому что можно отравиться знаете как говорится рекомендация там открывать пишут не рекомендуется потому что можно съесть и как минимум отравиться как минимум отравиться так что не буду короче романова сумма галтерпанал он могил масса ты сборезал по этому поводу звоните за мою спину еще раз я услышу кто-то что-то свой рот открывает что это неправильно сделал не звоня мне не общаясь со мной а за моей спиной что-то там свой рот открывает я его рот порву а кто сомневается хоть прямо сейчас пусть берет телефон и говорит мой адрес я приеду к нему домой а там уже где получится я его встречу либо дома у него либо около но я уже разговаривать не буду с ним вообще это мою просто ну и просьба и предупреждение еще раз касаемое собрание касаемо его имени по поводу собрания ребенка что неправильно я вынес решение и люди которые там со мной находились еще свой рот кто-то откроет еще раз повторяюсь и будет говорить что это неправильно там этот не надо трепать языком как-то бикса звони и разговаривайся ты хочешь разговаривать а смуту сеять не надо еще рот свой кто услышу откроет будет решая там это стыка решил я интриган ты ты моё имя затрагиваешь ты мою судьбу хочешь сломать это моя судьба на кону что ты понимал и там еще люди тоже находились это серьезный момент вы конкретно им говорю которые не понимают этих вещей это называется ну это свою бакланку свою дурную притормозите это раз и вот эти свои интрижки ходить там болтать языком не надо собирать потом за язычок можно ответить как говорят знаете язык это враг человека вот пожалуйста просьба впредь свой рот пожалуйста не надо ходить там болтать вот не по считаешь неправильно позвони будь мужчина не как женщина там ходить это за моей спиной трепать еще раз я увижу кто-то слышно кто-то говорит за мое имя что это неправильно так что я неправильно рассудил за что я интриган за судьбу по беспределу поломал так звони и разговаривать давиде и если ты достойный парень звони вот так дальше что ну в принципе и все хотите проверить что там все будет ха ха хи хи уже там герои особенно эти комментаторы космонавты беспонтовые дома сидят у себя там и вот они герои так вышли думаете что вы дома можете там наболтать их вам не приедут приедут кто-то приедет тут они приедут найдется то кто приедет и может и жениться на тебе сразу прости господи я извиняюсь так что следите за свою речь не дай бог еще раз мой адрес кто-нибудь что-нибудь там морозить насчет герои себя строить и оскорблять меня приеду к нему домой и мои соболезнования и цар своему небесное я прошу прощения чуть-чуть эмоции затративаю это звучит как угроза я конечно конечно да сейчас понимаю что может быть это конечно чуть-чуть неправильно с моей стороны как бы я просто хочу сказать что ребята давайте жить дружно пожалуйста я вас прошу не надо проверять уже проверили хватит один раз уже слава боже домой вернулся а меня районца пугать не надо пожалуйста меня пугать не надо я пока живой меня если хотите что-то решить лучше сразу решите только решите так больница если в больницу отправить вас это не спасет отправьте меня сразу куда-нибудь так чтобы я не вернулся потому что я могу отправить сразу монте-карло если кто-то сомневается то полный вперед я жду ну все я извиняюсь за эмоции всех благ всем